Сегодня мы начинаем с математики, как обычно. И чем мы, в общем-то, занимались? Мы занимались решением всяких разных уравнений на данный момент. А именно, мы очень хорошо уже, судя по всему, умеем решать квадратные уравнения. Это здорово, но далеко не предел мечтаний. И поэтому сегодня мы займемся уже не уравнениями, а неравенствами. Хорошо, с квадратными неравенствами мы тоже более-менее познакомились. Однако, бывают гораздо более интересные вещи. Итак, чтобы описывать на самом деле даже множество решений уравнения, нам необходим такой инструмент, как множество, как ни странно, который я вот только что упомянул. Не говоря уже про решение неравенств. Там этот инструмент применяется еще более широко. Что такое множество вы, в общем-то, представляете? Кто представляет, отметьтесь как-нибудь, чтобы я примерно представлял. Я пока тогда начну об этом рассказывать. Итак, по сути своей множество, это некий набор элементов. То есть, это некая совокупность каких-нибудь штук. Причем, здесь я абсолютно не лукавлю. Этот объект сам по себе множество. Это очень абстрактная вещь. То есть, элементы здесь могут быть абсолютно любые. То есть, множество учеников в классе. Вот, например, 30 или 40, или 20, или 25 человек. А их всех объединяет то, что они принадлежат к одному классу. И их можно назвать множеством. Кроме того, отрезок от нуля до единицы. Это тоже множество числовое. То есть, окружность, это тоже множество. Круг, это тоже множество. То есть, множество, они как бы повсюду. Поэтому давайте разберемся более строго. Как-то сформулируем понятия, с которыми будем работать. Итак. Ну, начну с того, что, вообще говоря, множество. Вообще говоря, множество. Так. Сейчас, один момент. У меня почему-то неправильно отображается. Сейчас я временно приостановлю. Трансляцию. То, что она у вас пропала, это не страшно. Так. Пойдется мне рисовать здесь сегодня. Пойдется мне рисовать здесь сегодня. Один момент. Вот. Большая техническая проблемка у меня. Итак. Итак. Да. Точно надо. Теперь вернуть все на место. Вот. Итак. Множество. Как обозначаются множество? Ну, во-первых, они обозначаются. Их принято обозначать большими латинскими буквами. Вот. Например. А, Б, А, Б, С и так далее. И тому подобное. Вот. Это такой общий принятый вариант. Элементы принято обозначать маленькими буквами. То есть. Например. Вот так. То есть, то, что я нарисовал внизу, это уже множество из трех элементов. Хорошо. Допустим, я обзову так множество D. D равно вот этому вот. Хорошо. Надо придумать операцию. Надо завести. Надо утвердить операцию. Точнее, не операцию, а свойство элемента, так сказать. Свойство элемента наше будет сейчас заключаться в том, что он принадлежит или не принадлежит множеству. Вот если элемент принадлежит множеству, то будем писать вот так. А принадлежит, да, это значок принадлежности. На всякий случай, если кто-то это все знает, не обессудьте. Программа у нас все еще могут быть очень разные. Я на всякий случай эти вещи проговорю. Если я возьму какой-то левый элемент, то я буду иметь право написать вот так. D маленькая не принадлежит D большому. Действительно, в нем такого элемента нет. Хорошо. Дальше, что мы можем сказать. Придумаем множество C. Точнее, нет, хорошо, давайте перейдем уже к более чуть-чуть конкретным таким примерам. Дальше я хочу научиться множество сравнивать. Научиться этим множество сравнивать. И утверждается, что два множества будут равны друг другу. Только в том случае, в том и только в том случае, вот такая двойная стрелочка. То есть, из одного утверждения следует другой, и из другого первое. В том и только в том случае, когда все элементы А маленькая, принадлежащие А, принадлежат множеству B. То есть, из того, что А маленькая из А, следует то, что А маленькая, также лежит в B. И наоборот. То есть, любой элемент из одного множества находится в другом. И любой элемент из другого находится в первом. Как это формально записать? Не так важно. То есть, это можно записать вообще на языке значков, но это уже ближе к университету. То есть, не стоит сейчас этим заморачиваться. Оно нам сильно не поможет, а вот помешать вполне может. Хорошо. Хорошо. Вот что касается равенства множеств. Соответственно, если это условие не выполнено, то есть, если есть хоть один элемент, который лежит в одном множестве, но не лежит в другом, то как бы А не равно B. Достаточно одного такого косенького, кривенького элемента. Ну, в частности, если я задам множество А как 1, 2, 3, А, B как 2, 1, 3, то можно написать, что А равно B. То есть, да, один нюансик. Порядок перечисления элементов нам не важен. Вот тут мы подошли к следующему моменту, который следует обсудить. Я сейчас как-то задавал множество, да, вот говорил там круг, окружность, там задавал их напрямую, А, B, C маленький или 1, 2, 3. Говорил, что ученики относятся к какому-то классу, и это их объединяет в некое множество. Давайте посмотрим, как можно вообще задавать множество. Вот если совсем точно, строго и вообще. И первый способ, который предлагается посмотреть, это способ самый простой, просто перечисление всех элементов. Перечисление всех элементов я вот сегодня уже много, множество задал. Только что то, что я стер, например, 1, 2, 3. Я просто перебрал все три числа, которые в нем лежат. В этом самом нашем обрабатываемом множестве. Есть нюанс. Если у нас, например, окружность, то я не могу просто перечислить координаты всех точек, которые там лежат. Потому что их как бы много. Я в любую точку ткну окружности, и она ей принадлежит. Тыкать я могу бесконечно, и попадаться мне будут совершенно разные точки. Опять же, отрезок. То же самое, от нуля до одного. Много чисел. Там их, не побоюсь этого слова, континуум. То есть, вообще говоря, их на данном этапе, нам достаточно сказать, что их там бесконечно много. Поэтому, впечатляем всех элементов, очевидным образом, все множество не задать. Хорошо. Второй способ, который мы посмотрим. По характеристическому свойству. Характеристическое свойство. Это вот такая штука, которой должны обладать все элементы массива. Все элементы нашего множества. В частности, вот я говорил про учеников класса. Вот все, кто там есть, в этом множестве. Они, например, записаны в одном и том же журнале. Они сидят вместе на уроках. Они принадлежат к одному классу. Это свойства, которые их объединяет. И это можно назвать характеристическим свойством. Например, то есть, если бы я сказал, что все они отличники. Да нет. Так, в общем-то, не бывает. Это совершенно необязательно. Это не то свойство, которое нам выделит этот класс. Это выделит нам множество отличников. Но для описания всего класса это не подходит. То есть, здесь надо быть внимательным. Выбирая, какое множество мы характеризуем. Для примера. Для примера. Вот я могу придумать такое множество. Я могу придумать такое множество. А я хочу сказать, что это множество корней какого-то уравнения. Ну, не какого-то, а конкретного. Вот, смотрите. Придумаю я, например, уравнение c. Как эту запись прочитать? А. Это множество. Я открываю множество. И здесь записано его свойства. Это множество иксов. Да, икс у нас свободная переменная. Иксов таких, что опечаточки небольшая случилось. Четвертую эту степень надо бы написать, чтобы было все логично. Вот. Это множество таких иксов, что выполнено следующее равенство. Оно же уравнение. Это множество корней этого уравнения. Хорошо. Тогда, ну, давайте посмотрим, что это за множество. То есть, как его можно еще задать. Ну, очевидно, его можно задать каким-нибудь перечислениям переменных. Вот. И давайте это сделаем по-быстренькому. Для того, чтобы написать множество корней уравнения, надо решить это уравнение. Выпишем его отдельно. x4 минус 2x3 минус 3x2 равно 0. Ну, как это решать? Вроде бы степень четвертая. Но нас это не смущает. В принципе, мы умеем раскладывать на множители. Я думаю, да. Это один из самых важных навыков в данном случае. Но очевидно, что здесь можно вынести. Вот у нас все три слагаемых, так сказать. В них есть как минимум x2. Ну, вынесем его. За скобку. x2 за скобкой. Внутри осталось. x2 минус 2x минус 3. Все 0. Ну, и что же, что же. Отсюда мы делаем вывод. Уже есть совокупность. Либо x2 равен 0. Да, у нас произведение двух вещей равно 0. Ну, либо первое равно 0, либо второе. Либо x2 минус 2x минус 3 равно 0. Вот. Первое решить легко. Ну, x2 равен 0. То же самое, что x равен 0. Единственное решение – x равен 0. Один корень есть. Отлично. Второе мы тоже умеем решать. Второе просто квадратно уравнее. Кому нравится через дискриминант. Кому, например, мне не нравится через дискриминант. Я люблю угадывать. Да. Если у нас есть квадрат. Если у нас есть квадратная. Квадратичная функция. Допустим так. Полином степени 2. Еще такой вариант накину. То его можно разложить на 2 линейные функции. Ну, линейные функции – это что-то типа ax плюс b, напоминаю. Смотрите. Как я подбираю корни. Я сейчас буду угадывать подбирать корни. Все еще я настаиваю на том, что это очень полезное искусство. Видеть их просто сразу. У нас 2 линейные функции надо сообразить. И я уже сразу говорю, что ну а в каждом случае будет единица. Потому что x квадрат у нас стоит в уравнении и ничего с ним не поделать. x квадрат даст только x на x. Можно было бы сказать, что минус x на минус x может давать x квадрат. Но дело в том, что здесь где-то будет равенство нулю в итоге. Что эти два минуса просто можно будет вынести за скобку. За скобку. Где они дадут плюс. Где они дадут плюс. И в принципе ничего не изменится относительно той записи, которую я сейчас сделал. Вот как я сейчас написал, так в итоге и будет. Поэтому давайте сразу напишем. Плюс x плюс x. Коэффициенты минус 2 и минус 3. Это нам намекает о том, что, например последний, намекает на то, что у нас есть единица и тройка. Осталось угадать с каким знаком. Вот я напишу пока минус x минус 1 и x минус 3. О, отлично. Вы уже посчитали. Хорошо. Оказывается, что если поставить плюс x сюда, то мы получим x на минус 3, минус 3x, x на 1, плюс x. Минус 3x плюс x это минус 2x. Это то, что нам надо. И корни таким образом. x равен минус 1 и x равен 3. Так. Вот я пишу вот такой вот знак совокупности. Это, напоминаю, означает, что либо одно, либо другое выполнено. Итак, если мы запишем исходную совокупность, то от первого уравнения у нас получилось x равен 0. От второго еще одна совокупность решений. x равен минус 1, x равен 3. 3 корня. Таким образом, множество а, множество корней уравнения, можно задать. Можно задать и явно. 0, минус 1, 3. Да. Через что их перечислять? Через точку запятую или через запятую? В каком порядке их перечислять? Это все не важно. Переставьте местами. Множество от этого не поменяется. Вот. Здесь мы наблюдаем два, собственно, способа задания одного и того же множества. Ну, другое дело, что для каких-то целей нам может потребоваться задать множество корней уравнения, которые не решаются, а так бывает. Нам в данном случае повезло. Точнее, я такое уравнение подобрал, чтобы оно решалось. А могло бы и не решаться. Тогда мы бы не смогли явно написать корни и явно просто задать элементы этого множества. Явно их перечислить. Вот. Ну и если у нас, например, есть множество корней уравнения, например, вот такого. То, ну, во-первых, нетрудно заметить, что дискримент у этого выражения. Так. Чему он равен? Чему он равен? Это b квадрат. Минус 4c. Минус 16. Это меньше нуля. Таким образом, таким образом, у этого уравнения корней нет. Ну, в таком случае мы напишем, что b равно пустому множеству. Я не попал по нулику. Без братья. Вот такой перечеркнутый нулик. Это обозначает пустой множество, в котором просто нет элементов. Вот. Собственно, что я хочу этим сказать. Вот самые начальные сведения про множество, которые стоит сказать. Есть еще один способ задания множеств. Один способ задания множеств. Он заключается в том, что вы... В общем, он геометрический. Если дискримент равен нулю... Да, вы верно помните. Если дискримент равен нулю, то один корень. И там, в этом множестве, был бы просто один элементик. Такое тоже возможно. То есть, количество элементов бывает от нуля и до бесконечности. Геометрический способ задания... То есть, это может быть, например, окружность. Да. Я ее... Да. Да. С рисованием у меня нынче проблемы. Ну, бывает. Назовем это окружностью. Она в какой-то системе координат. Да, допустим, вот эта вещь, это радиус. Это 0. Это x, это y. Ну, возможно, вы знаете, что в данном случае уравнение окружности имеет вид вот такой. x квадрат плюс y квадрат равен r квадрат. x квадрат плюс y квадрат – это расстояние от 0, от точки 0, до некой точки... до некой точки на плоскости. Ну, и мы таким вот, задавая вот такое условие, говорим, что мы хотим все точки, у которых расстояние до 0, r. Вот. Ну, да, само расстояние – это корень. Из x квадрат плюс y квадрат. Но это нас мало волнует. Все не суть. Я этот корень раскрыл. Точнее, я его заквадратил и получил r квадрат отсюда. Так, писать чуть-чуть правильнее. До корня, до корня как функции мы еще доберемся. Вот. Но сейчас пока не будем на этом углубляться. Хорошо. Ну, да. Такое множество. Как мы ее назовем? Ну, допустим, назовем ее c. Я могу задать это характеристическим свойством. Это множество точек x, y. С координатами x, y. Ну, точка обозначается вот примерно вот так. Где x, y – это ее координаты. Вертикальная черта. Множество точек с координатами x, y. Таких, что… Я читаю это выражение. Таких, что x квадрат плюс y квадрат равно r квадрат. Вот я тоже самое задал характеристическим свойством. То есть, вариант нарисовать. Вариант сказать, что это окружность с точкой, с центром точки 0 радиуса r. Вариант задать это характеристическим свойством. Это все одно и то же множество. Заданное по-разному. Например, можно задать в геометрии. И при помощи теоремы. Вот у нас есть угол. Вот у нас есть его биссектриса. Известен факт о том, что… Факт о том, что… Биссектриса равно удалена от сторон угла. Я опущу сейчас из какой-то ее точки перпендикулярчики. И они равны. Вот утверждается такое ее свойство. Мы сегодня геометрией не занимаемся в целом. Но свойство такое иметь в виду следует. Хорошо, я скажу, что биссектриса – это множество точек, равноудаленных от сторон угла. И я точно так же опишу вот эту прямую, которая здесь посередке, которая биссектриса. Это тоже способ задания этого множества. То есть на основе некой теоремки. Хорошо. Множество бывает в одной задаче, в рамках одной задачи, в рамках одного рассмотрения. Больше одного. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, с ней можно творить всякие вещи. Давайте я нарисую какое-то множество. Вот множество а. Если я придумаю множество b. Вот таким образом. То получится, что все элементы b входят в а. Однако обратное неверно. Вот вспоминаем определение равенства множеств. Мы не можем сказать, что они равны. Более того, я напишу, что а не равно b. Не все элементы а входят в b. Какое тут равенство? Однако все элементы b входят в а. Что видно по иллюстрации. В таком случае говорят, что b входит в а. Такая вот вытянутая штучка, обозначающая вхождение. Одного множества в другое. Что еще? Что еще об этом сказать можно хорошего? Ну да, как запомнить. Это почти вот такое выражение. Типа b меньше а. Но меньше здесь эволюционировало в знак вот такой. Ну потому что говорит, что про множество, что одно меньше другого, ну как-то, разве что по количеству элементов. Ну на самом деле в университете и далее учат сравнивать множество по так называемой мощности. Но, скажем так, вот континуум, да, когда бесконечное количество элементов, отрезочек, например, от нуля до единицы, его мощность в континуум. Ну а мощность множества корней того уравнения, которое мы решали, да, она, по-моему, имеет числовое выражение 3. Ну то есть 3 элемента. Вот, по сути, сравниваем множество по количеству элементов. Ну, континуум, конечно, мощнее, чем множество из любого конечного числа элементов. Это все не суть. До этого вы в свое время дойдете. Нас сейчас это мало волнует. Ну, посмотрим еще какие-нибудь примеры множеств на тему включений. Вот, например, вы когда-то начинали изучать натуральные числа. Да, я буду задавать их, например, перечислениям. Натуральные числа это 1, 2, 3 и так далее. Их бесконечное множество. Ну да, то есть это множество не конечное, это множество бесконечное. Я не могу перечислить все элементы, но вы поняли, о чем я. Это главное. Значит, задание множества удалось. Хорошо. Кроме натуральных чисел, существует множество целых чисел. Вот такая красивая z. Это, например, 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2 и так далее. Очевидно, что можно записать в следующее отношение между ними. n входит в z. Вот, это рекомендуется осмыслить. То есть, все натуральные числа целые. Но не все целые натуральные. Например, 0 уже не входит. Минус 1, минус 2 тоже не входит и так далее. Хорошо. Еще существуют рациональные числа. Q. Которые можно представить, например, следующим образом. Плюс-минус какой-нибудь 7, плюс-минус 2 трети. Ну, 7 это 7 первых. Стоит понимать так. В общем, в виде они записываются как m делить на n. Где m и n целые. Да, видите, я здесь вот этой фразой немножко испортил задание множества. испортил, так сказать, строгость этого выражения, которое я тут пишу. Но, я думаю, вы поняли, о чем я. Это такой ну, неформальный, скажем, способ задать множество. То есть, отношение двух любых целых чисел входит в множество рациональных чисел. Ну, рациональное слово вообще намекает нам на дробь. Ну, дроби тут и есть. Ну, что еще у нас есть? Следующее множество, которое мы знаем это вещественные числа. Не, ужасно написал. Вот такое r. Ну, это множество иксов таких, что они от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот такое совершенно очевидное скажем так, задание множества. Но, я думаю, вы и так знаете, что такое вещественные числа. Это способ это как-то формализовать. Ну, да. Чем отличаются вещественные от рациональных? Просто к рациональным надо добавить иррациональные. К сожалению, просто корнем не обойдемся, потому что корни бывают не только второй степени, не только квадратные, но и, например, кубические. бывают корни не целых степеней. В общем, вот. Поэтому как-то задавать множество иррациональных чисел довольно сложно. Скажем так, это то, что надо добавить к рациональным, чтобы получить вещественные. Вот и все. И в таком случае, вот мы, например, вот эти четыре множества, есть и дальше расширение так называемых этих множеств. Да, то есть изначально это все придумывалось для того, чтобы решать все более и более сложные уравнения. То есть когда-то человечеству и вам в том числе хватало натуральных чисел, потом стало не хватать, появились целые, включая отрицательные и ноль. Потом стало не хватать, появились рациональные, стало не хватать, появились вещественные. Ну, когда-нибудь станет не хватать и вещественных. Но я вам этого не говорил. Итак, если у нас есть эти четыре множества, то можно написать следующую цепочку. n входит в z, целые в свою очередь входят в рациональные. Рациональные в свою очередь входят в вещественные. Вот можно писать такие цепочки вхождений. Одного множества в другое. Хорошо, я думаю, на вот этих несложных примерах мы более-менее поняли, что это и как оно работает. Мне осталось еще один момент про множество пояснить. еще один момент про множество пояснить. Если у нас есть два множества, которые я нарисую вот так, на сей раз, тоже обзову их хайбе. Что-то у меня сегодня с почерком творится. Тоже назову их хайбе. Ну, у них есть, очевидно, такая штука, как пересечение. Это легко увидеть графически. Да, вот я просто закрашу его сейчас. Вот эта вещь, это а, пересекает б. Ну, равно б пересечения с а. Что же ты будешь делать? Вот. Неважно, что в этом случае стоит первым, кто кого пересекает. В отличие от предыдущих наших отключений, здесь неважно, кто кого пересекает. Пересечение это, если формализовать, это все элементы а, которые входят также и в b. Ну, или наоборот, все элементы b, которые входят также и в а. То есть, все, что входит в оба множества. Пересекать можно больше двух множеств одновременно. Опять же, я думаю, графически это несложно представить. Если я нарисую два множества, обозвав их c и d, то вот эта вещь, которую я сейчас заштрихую, то, что я сейчас заштриховал, это их объединение. Если значок пересечения это такая парабола ветвями вниз, так сказать, то здесь наоборот. Парабола ветвями вверх объединяет два множества. Опять же, не важно, кого с кем объединять, в каком порядке. То есть, результат будет один и тот же. То есть, это множество всех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из двух. Ну, или из трех, или из скольки мы там пересекаем. Вот. Еще один важный момент. Еще один важный момент. Множество может включать, а может не включать границу. Здесь мы вплотную подходим к такой вещи, как топология и к таким вещам, как замкнутое множество, незамкнутое множество, открытое множество. Вот это вот все. Я не буду развлекаться сегодня с этими терминами. Они для нас на данный момент, на данном этапе всего лишь термины, которые мы применить не сможем, которые будут нам только мешать в понимании всего, что происходит. По поводу границы я скажу следующее. Вот, например, есть у нас отрезок, есть у нас прямая. А на ней, ну, например, 0, 1, пусть ты, 2, 3. И делаю я следующее обозначение. Выделю два множества. Вот я их заштриховал и обозначил почему-то круглыми и квадратными скобочками. Первое множество будет k, второе множество будет m. И k равно от 0 до 1 в круглых скобочках не включая. 0 не принадлежит k и единица не принадлежит k. Однако, если я напишу то же самое для m, аналогичное, точнее, от 2 до 3, но уже включая границу, здесь будет ситуация обратная. 2 входит в m, 2 принадлежит m, 3 тоже принадлежит m. Вот каков смысл включения и не включения границы на данном для нас этапе. Пусть будет так. С этими делами можно творить более интересные вещи, но до этого надо еще дойти. Скажем так, путь не близкий. Путь не близкий. Итак, с множествами мы вроде разобрались. Вопросов у вас особо не возникает. Возможно, вы просто все это знаете. Но почему-то об этом не рассказываете мне. Хорошо. Давайте посмотрим на метод интервалов. Вот представим, что метод интервалов касаемо в применении к рациональным неравенствам. рациональное неравенство это нечто, что можно представить как произведение. Вообще, это отношение двух полиномов. p делить на q больше, меньше нуля, больше либо равно нуля, меньше либо равно нуля. Вот что-нибудь такое. Полиномы могут быть любой степени. И как мы знаем, в большинстве ситуаций, особенно, которые будут вам по крайней мере пока встречаться, их можно разложить на множители. Вот. Поэтому я начал писать именно в виде разложения на множители. В виде разложения на множители. Давайте посмотрим на пример. сейчас я напишу длинное страшное выражение и мы разберемся, как с ним действовать. Например, вот так. Например, вот так. Вот. вот раз. Это числитель и знаменатель. Знаменатель будет не такой страшный. x плюс 1 куб. 3 минус x 2 минус 3x квадрат. Я хочу найти, например, когда вот эта большая вещь больше нуля. Итак, сейчас мы будем применять такую штуку пагмент интервалов. Нам она уже встречалась пару занятий назад. Вот я ее упоминал в контексте решения квадратичного неравенства. Мы играли с параболами, двигали их по-всякому и смотрели, что из этого получается. А вот теперь предположим, что у нас есть рацион неравенства и мы разложили числитель и знаменатель до вот таких вещей. До каких вещей нам надо раскладывать? Во-первых, до линейных функций. Либо-либо до квадратичных функций. Чудесный у меня почерк. Знаю. Но я все это проговариваю. В любом случае. Либо до квадратичных функций с отрицательным дискриминантом. То есть, чтобы у этих функций не было уже корней. Гарантированно. Вот в данном данном примере это сделано. То есть, видите, все скобки содержат либо линейную функцию, либо квадратичную, у которой отрицательный дискриминант. Действительно. Вот здесь, например, дискриминант это 4 минус 8 меньше 0. Здесь он тоже. 9 минус 56 меньше 0. Действительно. дальше мы не можем их раскладывать, эти квадратичные функции. Хорошо. Это первый шаг алгоритма, который нам надо провести. Следующим шагом мы выкинем из нашей дроби все квадратичные функции. Точнее, точнее как? Точнее как? Надо подумать. Надо подумать. Нет. Пусть остаются. Пусть остаются. Или не остаются? Нет. То, что у них нет корней означает, что они всегда одного знака. Вот помните, это парабола, которая не пересекается с осью OX. Они всегда одного знака. И если посмотреть на вот эту функцию, то становится ясно, что она больше 0. То есть, у нее ветви вверх, дискриминант отрицательный, значит она вся лежит выше оси OX. Значит на нее можно сокращать безболезненно. Это нечто, что знака определено, что всегда больше 0. Ну, я ее и сокращу. Вторая скобка. Наоборот, меньше 0. Ветви вниз, дискриминант отрицательный. То есть, это нечто вот такое. X. Вот такая параболка. которая всегда меньше 0. Чтобы на нее сократить, на нее сократить, я поменяю знак у нашего неравенства. Потому что я его, по сути, разделил, левую и правую часть, на что-то заведомо отрицательное. А в этом случае знак меняется. Таковы правила обращения с неравенствами. В принципе. Итак, знак поменяли. Эти функции выкинули квадратичные, которые уже не разложить. А следующим шагом, следующим шагом, предлагается сделать следующее. Во всех линейных функциях сделать так, чтобы при X стоял плюс. Наверху, в числителе, при X везде плюс. в знаменателе, X плюс 1 нормально, 3 минус X. Вынесем этот минус. Получится минус 3, минус 3, плюс X. и вот здесь. 2 минус 3, все в квадрате. Смотрите, 2 минус 3, X в квадрате. Это, по сути, 2 минус 3, X на 2 минус 3, X. Она входит просто дважды. Как множитель. Если я из каждой вынесу по минусу, да, будет минус 2, минус 2, плюс 3, плюс 3, плюс 3, ну, будет минус, минус. Ну, минус на минус дает плюс. Суммарно при скобках остается плюс. Поэтому, когда у нас есть четная степень, четная степень, в ней мы меняем знак совершенно бесплатно. Поэтому я просто напишу минус 2, минус 2, плюс 3, X. Могу на самом деле не писать, но это уже не так важно. Но будем придерживаться алгоритма. Договорились, что при X должен быть плюс. Сделаем. Окей. У нас здесь существуют точки двух видов, важные для нас. Где числитель равен нулю, либо где знаменатель равен нулю. И вся функция, вся дробь, либо равна нулю, где числитель равен нулю, либо не существует, где знаменатель равен нулю. Следующим шагом мы отметим на числовой прямой все такие точки. причем будем отмечать выколотой все, кроме тех, что отметим зарисованными. Зарисованными будут отмечаться нули этой функции. если вот в этом алгоритме сейчас я чуть-чуть ошибся, в том смысле, что нули есть смысл отмечать зарисованными точками, то есть входящими в наше некое будущее множество решений, когда знак не строгий, а у нас знак строгий, меньше нуля. Если было меньше либо равно нулю, то пожалуйста, он сменьшен. Так, сейчас нам осталось немножко добить это дело. Давайте отмечать. x равен нулю из числителя. x равен единице тоже из числителя. Тоже выколотая точка. Минус единица из числителя нашли. Так, в знаменателе тоже минус единица. Тоже минус единица, ее мы не будем писать пока что. Тройка и и и и две трети. две трети. Хорошо. Вот все точки, которые я должен был отметить. Их вышло пять штук. Окей. Да, смотрите, от предыдущего шага у нас остался один минус в итоге при дроби. Ну, давайте от него избавимся. Я напишу плюс и снова напишу больше нуля. на минус один мы имеем право домнажать. Хорошо. Давайте сейчас передохнем немножко и на кусочки физики я дорасскажу этот способ, потому что он правда очень важен, очень полезен. Осталось немного, но важно, чтобы мы внимательно на это все посмотрели. Хорошо. Жду вас на следующем уроке. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Итак, давайте досмотрим метод интервалов. Мы отметили все вот эти точки. И что будем делать дальше? Вот с учетом того, что мы производили здесь, какие действия, получается, что наша функция, которая дробь, будет положительно на самом-самом-самом правом участке. То есть больше трех в данном случае вот здесь. Потому что при всех иксах стоит плюс. Все минусы, которые здесь были зашиты, мы уже вынесли. Значит, на самом-правом участке ставим плюс. Если мы все вот это проделали. А дальше мы начинаем следующие действия. Если мы переходим через точку, которая, ну, скажем так, встречается нам нечетное количество раз, то знак меняем. Идем справа налево. Тройка. Давайте посмотрим. Тройка у нас есть в единственном месте. я выделил. Значит, нам нужно поменять знак. И следующий интервал будет отрицательный. Едничка. Едничка стоит у нас вот здесь. Стоит она здесь три раза. Нечетное количество. Ну, потому что третья степень. Стоит она нечетное количество. раз. Значит, знак снова меняется. Две трети. Две трети входит дважды. За счет этого за счет этого знак меняться не будет. Значит, следующий интервальчик тоже плюс. А дальше что? 0. 0 встречается тоже дважды. x квадрат. Ну, хорошо. Значит, следующий интервал тоже плюс. И, наконец, минус единица. Минус единица встречается и в числителе, и в знаменателе суммарно четыре раза. Что же с этим делать? Что нам с этим делать? Четыре раза значит знак тоже не будет меняться. Значит, тоже плюс. Четное количество. Ничего не поделаешь. и получается, да, требуется нам выбрать все интервалы, где больше нуля. Вот, плюсики выберем, с учетом того, что точки здесь выколотые. Запишем ответ. x принадлежит от минус бесконечности, да, вот. Опишем этот интервал. От минус бесконечности до минус одного. Не включая. Ну, точка выколотая. Объединить в следующий интервал. От минус одного до нуля. То же самое. Объединить от нуля до двух третьих. Дальше. Дальше, дальше, дальше. От двух третьих до единицы. От двух третьих до единицы. И наконец, от одного до трех не включаем, там минус. И наконец, от трех до плюс бесконечности. Вот такой будет ответ. В принципе, да, вот теперь если вам дадут такое задание, я думаю, вы будете знать, что делать. То есть, повторюсь быстренько весь алгоритм. Все раскладываем до линейных функций, либо до квадратичных с отрицательным дискриминантом. Дальше выкидываем квадратичные с учетом их знака. Если эта функция всегда больше нуля, то просто выкинем. То есть, разделим на нее обе части нашего неравенства. если с отрицательным, если она всегда меньше нуля, то надо при этом будет поменять знак неравенства. В линейных следующим шагом функциях везде делаем при х плюс, учитывая все минусы, которые при этом вылезают. Дальше. Дальше. Что у нас? Что у нас? Отмечаем все точки, где у нас ноль или функция не существует. То есть, дробь, где либо обращается в ноль, либо не существует. И дальше. И дальше. Да, точки либо выколоты, либо закрашенные, что называется, то есть, входящие, которые будут входить. Но входящие только там, где только в случае, если у нас неравенство не строгое, где допускается равенство нулю. Получается вот так. Самый правый интервал на нашем рисунке сразу отмечаем плюсом, с учетом того, как мы действовали до этого. И дальше, если идем справа налево. Если точка, которую мы проходим, встречается нам четное количество раз, знак не меняется при переходе справа налево. если точка встречается нечетное количество раз, то знак поменяется. Таким образом, расставили на всех интервалах знаки и написали ответ. Как-то так. Хорошо. В следующий раз мы займемся другими функциями. Например, модулем или корнем. Я, пожалуй, еще не выбрал чем именно, поэтому врать и обещать не буду. А сейчас займемся физикой. живет. Спасибо за субтитры, как и Спасибо за субтитры. Продолжение следует...